Добрый день! Я приветствую всех на моём проекте «История музыки по десятилетиям». И сегодня мы поговорим о предпоследнем десятилетии XVI века. Ключевым событием в это десятилетие стала подготовка к появлению первых оперных спектаклей. Деятельность так называемой флорентийской камераты, кружка любителей музыкального искусства, выходит на совершенно новый уровень. Создаются теоретические проекты воскрешения музыкального искусства античности, а именно концепция монодии с сопровождением. Над этим работал такой теоретик и практик музыкального искусства, как Галилей. Винченцо Галилей, отец выдающегося учёного, он разработал концепцию монодии с сопровождением, то есть сольной вокальной партии, с сопровождением инструмента, прежде всего лютни, которую, как он полагал, можно считать прямым прообразом, прямым преемником греческого музыкального искусства. Искусство, связанного не только с лирикой греческой, но и с греческой драмой. Но всё не ограничивалось лишь теоретическими изысканиями. И в конце 80-х годов XVI века впервые появляется полноценное драматическое музыкальное произведение, которое вполне можно считать первой в истории оперой. Это действо называлось «Ла Пелегрина», и её автором был Кристофан Мальвеце. Этот спектакль был приурочен к бракосочетанию герцога Фердинанда I и Кристины Лотерингской. И был показом публики в мае 1589 года. Помимо Кристофана Мальвеце, который написал подавляющее большинство номеров этого спектакля, в нём были задействованы такие композиторы, как Эмилио де Кавальери, Якобо Перри, Джулио Качини, Лука Моренцо. То есть наиболее известные авторы, работавшие тогда в Италии, многие из них прославятся впоследствии созданием первых опер. По большому счёту «Ла Пелегрина» может считаться оперой. Единственное, что отличает этот спектакль от, собственно, раннебарочных опер, это то, что там нет сквозного сюжета. Она разделена на сцены, в каждой из этих сцен разыгрывается самостоятельный античный миф. То есть у этого спектакля не было сквозного действия. Но если убрать текстуальную составляющую и взглянуть на этот спектакль исключительно с точки зрения музыки, то никакой принципиальной разницы между «Ла Пелегрина» и первыми операми мы не обнаружим. Так что «Ла Пелегрина» Кристофана Мальвеце может на полном основании оспоривать у Дафны Якоба Перри первенство в качестве истока всех последующих оперных спектаклей. Более того, если Дафна Якоба Перри, появившаяся на 10 лет позже, уже в следующем десятилетии, утрачена, от неё сохранился лишь фрагмент, то «Ла Пелегрина» сохранилась полностью, она многократно исполнялась, есть большое количество качественных аудиозаписей на компакт-дисках с разными исполнителями, и с этим произведением каждый может спокойно ознакомиться. Так что в каком-то смысле именно этот спектакль является предтечей всех опер. Более того, имена «Ла Пелегрина» попала в наиболее яркий и интенсивный период работы флорентийской камераты над воскрешением греческой драматургии, греческого театра. Поэтому игнорировать этот спектакль, вычеркивать его из истории оперы, мне кажется, как минимум нецелесообразно. Но вот что любопытно. Казалось бы, именно деятельность флорентийской камераты приводит к появлению оперы как попытке воскрешения греческой драмы. Однако совсем в другом городе, в Венеции, основатель венецианской композиторской школы и крупнейший её представитель Андреа Габриэли тоже в 80-е годы, в 1585 году создаёт свою альтернативную версию возрождения античного театра. Он пишет хоры к трагедии Сафокла, царь Эдип. То есть, если флорентийцы лишь имитируют античный театр, они обращаются к известным античным мифам, но не обращаются к самим древнегреческим пьесам, древнегреческим трагедиям, что, в общем-то, будет характерно для всей последующей истории раннебарочной оперы, ни одна из них не будет написана на оригинальный античный текст. То в случае с опусом Андреа Габриэли всё складывается прямо противоположным образом. Он обращается к оригинальному тексту Сафокла, «Царь Эдип» и, в отличие от своих флорентийских коллег, не озвучивает всю драму, а музыка присутствует лишь в хорах. Как известно, в греческом театре существовало хоровое сопровождение спектаклей. Хор выступал в качестве важного участника трагедии, комментатора действия. И эта музыка в Древней Греции пелась. Пропивались ли остальные партии, партии солистов, партии индивидуальных героев, это до сих пор является спорным моментом. Поэтому музыкальную композицию Андреа Габриэли стоит признать наиболее точной попыткой реконструкции древнегреческого театра, предпринятой в конце XVI века. Однако судьба сложилась таким образом, что опера, как наследница античной трагедии, пошла по пути флорентийцев, а не по пути венецианцев. Прецедент с хорами к царю Эдипу Андреа Габриэли остался просто интересной и яркой вехой в истории. В то время как от Ла Пелегрина Кристофана Мальвецы идет линия к появлению оперы, которая существует и по сей день. Но на этих предоперных борениях, в общем-то, предпоследнее десятилетие XVI века не заканчивается. В нем происходили еще очень важные для истории музыки процессы, о которых я тоже хочу сказать. Одним из них стоит признать кульминационное раскрытие такого жанра, как мадригал. Это предпоследняя волна мадригалистов со своими именами, со своими характерными особенностями в функционировании жанра. Это наиболее яркие, маньеристские мадригалы конца XVI века. Не столь похожие на оперные спектакли, какими мадригалы будут в последнюю волну, мадригалы поздние Монтеверди или сольные мадригалы Сиджизмонда Дендия. Но, тем не менее, это тоже великолепная музыка, утонченная, изысканная, которая оказала важнейшее влияние на формирование в том числе и творческого стиля того же Клаудио Монтеверди. Что же это были за имена и что это были за сборники мадригалов? В 80-е годы в жанре мадригала, вероятно, в наибольшей степени господствует во всей Европе стиль Луки Моренцо. Творчество Луки Моренцо приходится на 80-е и 90-е годы, но именно в 80-е годы он создал подавляющее большинство своих мадригалов. Более 10 сборников было выпущено. Мадригалы Луки Моренцо сложно систематизировать, потому что у него отдельная нумерация для пятиголосных, отдельная нумерация для разноколичественноголосных мадригалов и так далее. То есть нет единого порядка. Но, тем не менее, большая часть из этих сборников выходит именно в 80-е годы. Именно мадригалы Моренцо оказали на творчество европейских композиторов от Италии до Англии наибольшее влияние. Его стиль был распространён повсюду, и в 80-е и 90-е годы в мадригалах можно, в общем-то, смело называть стилем, господством стиля Луки Моренцо. Что же это были за мадригалы? Для композиторской техники Моренцо характерна перестановка голосов без смены функции. Иногда это происходит по принципу архаичной техники полифонической, которая называется штимтауш. Иногда это больше напоминает перемещение средних голосов аккорда без смены его функции. Это делается очень изящно, всегда с осознанием тех регистров певчерческих голосов, которые он использует. Поэтому при качественном, ярком исполнении его мадригалов они могут производить просто фантастический эффект. Это действительно по-настоящему сказочная музыка, в которой индивидуальный персонаж, а мадригалы Луки Моренцо, как правило, написаны на стихи от первого лица. И в данном случае этот индивидуальный персонаж раскрывается на четыре или пять голосов, которые зачастую внутри как бы противоречат или спорят между собой. То есть очень глубоко психологизированные стихи, эти мадригалы, которые действительно представляют и по сей день весьма-весьма существенный интерес. Они хорошо исполняются, есть большое количество компандистов с мадригалами Луки Моренцо. Поэтому с этим тоже по сей день можно вполне ознакомиться. Другой крупнейший автор мадригалов 80-х годов это у нас Лудзаско Лудзаски. Лудзаско Лудзаски один из наиболее прославленных виртуозов-исполнителей того времени. Он играл на очень-очень таком оригинальном инструменте, микро-громатическом. Это архи Чембала Вичентино. И прославился как инструментальной музыкой, он одним из первых стал писать серьезные сочинения для клавира, так и прославился мадригалами, в том числе и мадригалами, написанными исключительно для женских голосов. Так вот, в 80-е годы Лудзаско Лудзаски создает свою третью книгу мадригалов, которая стала рубежной. Это пиковая точка в развитии именно многоголосных мадригалов Лудзаски, и Лудзаски повлиял как на Монтеверди, так и на Джезуальда. Причем в случае со вторым это отмечалось самим Джезуальда. Что касательно третьего выдающегося автора мадригала в 80-х годов, это один из учителей Клаудио Монтеверди, которого звали Жьяш де Верт. Жьяш де Верт в 80-е годы создает четыре книги мадригалов, прежде всего из тех, которые попадают в основную нумерацию, это седьмая, восьмая и девятая книги. Хотелось бы отметить прежде всего мадригалы восьмой книги, написанные на стихи Тарквата Тасса. Это действительно выдающееся произведение со своей характерной манерой подхода к поэтическому тексту, очень изысканной, утонченной и со своей версией того, чем может быть коллективный монолог. Изложение лирической поэзии от первого лица на 4, 5 или 6 голосов очень часто именуют коллективным монологом. Если вспомнить современные взгляды психологии на человека и его психику, то, в общем-то, такого рода коллективный монолог может оказаться глубоко укоренённым в природе человеческой психики как таковой. То есть внутри нас очень много всевозможных микрооттенков, смыслов, микрооттенков интенций, которые зачастую противоположены тем интенциям, которые мы сознательно пытаемся реализовать. Поэтому жанр мадригал сейчас может оказаться актуальным как никогда прежде, и в последние годы мадригалы записываются активно, выходит большое количество компакт-дисков с музыкой маньеристских мадригалов, в том числе и с мадригалами Жьяша де Верта. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о том, что в 80-е годы начинается творческий путь Клаудио Монтеверди. Он выпускает первую свою книгу мадригалов, и несмотря на то, что его мадригалы в этой самой первой книге по художественным достоинствам уступают его великим, более старшим современникам Луки Моренцо, Луцзаски-Луцзаски и Жьяшу де Верту, тем не менее, это была проба пера великого мастера, которому в будущем было суждено стать лицом эпохи, лицом раннебарочной оперы и одним из самых выдающихся авторов мадригалов последней волны, которая пришлась уже на начало 17-го столетия. И третий момент, который нужно отметить, говоря о 80-х годах 16-го века, это инструментальная музыка. И здесь будет две страны, в которых происходят наиболее важные процессы. Одна из них – это Англия. В 80-е годы – это расцвет творчества Уильяма Бёрта, основателя английской вирджинальной школы, человека, который по большому счёту сделал революцию в клаверной музыке, создав такого рода композиции, которые исполняются и по сей день. То есть, если до этого инструментальная музыка была вторична, если до этого на клавишных инструментах в большинстве случаев исполнялись лишь аранжировки хоровой музыки или ансамблей вокальных, то, начиная с Уильяма Бёрта, клавесин становится очень важным инструментом, который к концу следующего столетия, к концу 17-го века, станет едва ли не королём среди музыкальных инструментов. Другая фигура, которая посвятила свою жизнь инструментальной музыке и игре на музыкальных инструментах – это Джованни Бассано. Джованни Бассано – выдающийся исполнитель на духовых того времени и фигура не менее значимая и революционная, чем Уильям Бёрт. До Бассано духовые инструменты играли только переложения хоровой и вокальной музыки. Но мы отлично понимаем, что во вокальной музыке очень важную роль играет текст. На инструментах эта составляющая музыки полностью утрачивалась. И Бассано предлагает в качестве замены текста на инструментах колорировать мелодии. Да, безусловно, мелодию колорировали и до Бассано, но Бассано впервые вырабатывает определённые принципы колорирования, которые фиксируют в сборнике, обозначенном им как речеркары, пассажи и каденции. Этот сборник выходит в 1585 году и по сей день является важнейшим материалом для правильного исполнения инструментальной музыки 16 века. Бассано брал за основу матеты или мадригалы, таких известных мастеров своего времени, как Орландо Лассо, и колорировал их на духовых инструментах, заменяя текстуальную составляющую большим количеством мелких нот пассажей, каденций и так далее. И в своей работе речеркары пассажей и каденции, которые сложно определить по жанру, что это такое, скорее, это всё-таки некий методический труд. Потому что там приведены именно примеры того, как стоит колорировать музыку, как стоит варьировать музыкальный материал. В общем-то, благодаря этой работе многие музыканты той эпохи погрузились в единый процесс виртуозного инструментального колорирования. Продолжение следует... Продолжение следует...